Исторически, наверное, достаточно несложно ответить на вопрос, почему это не популярная процедура. Как правило, подавляющее большинство тканевых образований это злокачественное образование. Результаты биопсии довольно трудно прогнозируемы. Высок риск ложноположительного результата. Исторически существует боязнь распространения опухолевых клеток вдоль трассы биопсийной иглы, о чем вчера тоже говорилось. Хотя в действительности статистический риск составляет, если я не ошибаюсь, 0,01%, тем не менее клинические случаи регулярно имеют место быть. И достоверность биопсии, и сложность оценки гистологической структуры полученной ткани также не последнюю роль играют в этом. С другой стороны, если обращаться опять же к статистике американской, которую мы любим, за 2017 год около 6 тысяч резекций почки были выполнены при доброкачественных новообразованиях, не диагностированных исходно, которые трактовались как почечно-клеточный рак. Четверть пациентов с новообразованиями почек имеют также сопутствующую нефрологическую патологию, которая может влиять серьезно на тактику лечения, на выбор этой тактики. И также тот факт, что образование до 1 см в половине случаев бывает доброкачественное, образование более крупное, как правило, чаще всего злокачественное, что также позволяет нам достаточно отчетливо делать вывод о том, что опухоль действительно является онкологической и требует хирургического вмешательства. Если касаться стандартов и американской, и европейской урологической ассоциации, то тема биопсии почки достаточно туманно раскрывается, и есть много всяких сопутствующих обстоятельств, исключением метастатического поражения, различных гнойных процессов. И не в последнюю очередь это определение тактики, если пациент настроен на выжидательную тактику. И также еще один момент, это юридические показания для проведения системной терапии, если этот вопрос обсуждается с пациентом. Начало биопсии почки в современном техническом варианте, как перкутанные биопсии, это 50-е годы. Выполнялись они, как правило, до начала 80-х годов под контролем выделительной урографии. Соответственно, риск попадания вне ткани почки составлял порядка 50%. Различные технологии существуют. Это и трансуретральные биопсии, и лапароскопические, и открытые биопсии. Причем последнее крупное исследование датируется 2010 годом. Это прежде всего касается пациентов с различными противопоказаниями, с ожирением, с гематологическими заболеваниями, которым выполнение перкутанных процедур может быть небезопасным. Основными двумя онкологическими направлениями биопсии почки является биопсия образований небольшого размера, до 4 см, и биопсия крупных образований, зачастую с местно распространенным ростом и с поражением лимфатических узлов. Касаясь биопсии образований небольшого размера, в первую очередь это пациенты, у которых возможна выжидательная тактика, и для оценки рисков и оценки показаний, в том числе для хирургического вмешательства, которые могут возникать, необходимо понимать, что мы не имеем дела с низкодифференцированными образованиями, которые в перспективе могут создать проблемы, и таких больных действительно можно наблюдать. Диагностическая аккуратность в отношении выявления опухоли, специфичность и чувствительность достигают 90 с небольшим процентов. С точки зрения оценки степени дифференцировки, это прежде всего оценка по фурману, либо лоу-грейд, либо хай-грейд, в зависимости от этого уже выбор той или иной тактики, именно при небольших образованиях. И если касаться осложнений в принципе, то чаще всего это, конечно, паранефральные гематомы, вероятность развития которых достигает 5%, более редкие артериовенозные фистулы, которые, в отличие от подавляющего большинства паранефральных гематом, могут требовать эндоваскулярных вмешательств, эмболизации. Риск распространения опухолевых клеток по каналу биопсийной иглы, как я уже говорил, крайне-крайне низкий. И в целом можно сказать, что процедура эта при адекватном техническом обеспечении, при хорошем ультразвуковом оснащении является в высшей степени безопасной. Если рассматривать алгоритм, то известный всем доктор Кутиков 4 года назад создал вот такую таблицу, которая позволяет достаточно четко сделать выбор в пользу или против выполнения биопсии образования почки. Касательно биопсии крупных и метастатических новообразований, в первую очередь для таких пациентов биопсия важна для оценки индивидуальной тактики лечения, потому что рассматривая таких пациентов, нужно понимать, что хирургическое вмешательство для этих больных принесет пользу и продлит им жизнь. И в первую очередь для таких пациентов важна гистологическая верификация, поскольку если речь идет о крупных опухолях с саркоматоидным компонентом, в частности, то хирургическое вмешательство у таких больных зачастую не приносит ожидаемых дивидендов и может быть непоказанным. Решение об этом принимается, в частности, на основании результатов биопсии. Вторым важным моментом является определение объема потенциальной операции, в частности, выполнение расширенной лимфоденектомии, поскольку, опять же, наличие гистологических и иммуногистохимических признаков образования высокого риска позволяет для таких больных даже при отсутствии признаков метастазирования при компьютерной томографии выбирать вариант с расширенной лимфоденектомией как более безопасной и позволяющей для этих больных обеспечить лучший прогноз. На этом, если позволите, я остановлюсь. Продолжение следует...